Всем привет! Сегодня я вам покажу, как писать простенькое REST-приложение и тесты к нему. Начну уже с созданного приложения. Как создавать Mavon Web Application, я показывала в предыдущих занятиях. Я укажу к видео ссылку туда. У меня создана application REST-класс-экземпл. Дальше. Web.xml я уже добавила и в POM-файл нужные dependency я добавила тоже. Какие dependency нужны, вы потом просто посмотрите на GitHub. Хорошо. Начнем с того, что я сейчас укажу в Web.xml фронт-контроллер для нашего REST-треймворка. Я использую здесь Jersey Framework. Я тоже укажу ссылку на документацию, почитайте получше. Итак, начнем с описания сервера фронт-контроллера для фронт-контроллера для фронт-контроллера для фронт-контроллера Jersey. Так, сервера name у нас Jersey. Отлично. Отлично. Смотрите, обратите внимание, вот это все я беру не из головы. Это все как бы следует документации. Поэтому, если почитаете документацию, как работает JSON-фреймворком, как маппить фронт-контроллер, вы там все это найдете. Я предлагаю указать URL-паттерн MyRest. Напишем, да, MyRest, то есть все URL-ы, которые ведут после MyRest app, где сейчас я звездочку укажу, у нас будут идти через фронт-контроллер фреймворка Jersey. И будут обрабатываться как RestRequest. Хорошо. Врон-контроллер я указала. Сейчас сделаю билд проекта, проверю, что все у нас нормально работает. Отлично. Проект сбилдился. Варфайл я получила. Хорошо. Теперь, сейчас я создам package. Rest. Класс. И... Класс. Я сегодня напишу подобие конвертера валют. Вот. Чтобы объяснить, как писать приложение. Значит, что это такое? Это контроллер. Это класс, в котором я буду дальше имплементировать REST API. То есть все методы, к которым можно будет достучаться по REST. Для этого я должна сначала указать путь, который будет вести конкретно к этому классу. Это у нас будет конвертер, да? Хорошо. Теперь, сейчас я напишу метод, который будет у меня конвертировать доллары в евро. Респонс – это тип объекта, который возвращается к клиенту. Об этом тоже можно подробнее почитать в документации. Значит, для того, чтобы этот метод у меня стал частью REST API, мне нужно указать следующие аннотации. Get – это тип HTTP метода, да, тип HTTP метода, протокол. Тип HTTP протокола, прошу прощения. Метод HTTP протокола, вот. И что этот метод у меня будет производить? То есть, возвращать он будет в виде JSON. Возвращать ответ, ответ возвращаться будет в виде JSON. Поэтому нужно указать MIME-type. Application JSON. Обратите внимание, ребят, если здесь сделать ошибку, работать не будет. То есть, не так бэкслэш написать, одно это пропустить. Вот. Сейчас, пока мой метод ничего не будет считать, ничего не будет производить, ничего не будет показывать. Я всего лишь верну ответ со статусом 200, что все хорошо. И больше пока ничего. То есть, сейчас, если я в браузере введу URL, который ведет к этому методу, я увижу пустую страничку, ну, никакой не ошибки, ничего. Если я проинспектирую request, то я увижу статус 200, окей. Хорошо, сейчас нужно сбилдить проект и запустить его. Задеплоить на Mevan, на Tomcat, прошу прощения. Хорошо. Сейчас мне нужно задеплоить это на Tomcat. Да, я использую LGD Ultimate Edition, поэтому я теперь могу деплоить на Tomcat из-под самого приложения. Так, теперь мне нужно ввести URL, который ведет прямо к этому классу. Давайте разберемся, как это делать, потому что очень много ошибок с этим я вижу. Итак, первое, что мне нужно, это адрес сервера. Мой сервер, то есть, мой Tomcat, на котором установлено все приложение, он у меня стоит на локальной машине, то есть, localhost. Дальше я указываю порт, на котором стоит мой Tomcat. Дальше мне нужно указать имя приложения, то есть, путь к приложению на Tomcat. По факту, это название var файла, то есть, название файла того, который вы указали в POM.xml в секции Build Final Name. Вот, смотрите, это одинаково, и еще раз обращаю внимание. То есть, копируем этот, и сразу после адреса сервера путь к приложению. Следующее. Дальше запрос идет каким образом? То есть, он пришел на сервер, он нашел приложение, которое задеплоено, одно из тех, которые задеплоено на сервере. Дальше. Он идет в Web.xml и смотрит следующий маппинг. Вот мы здесь указали, что все наши запросы, которые ведут в package, которые ведут на наш REST API, мы замаппили на такой URL. Значит, нужно его скопировать и добавить сюда. Теперь, смотрите, то есть, теперь запрос пойдет на Tomcat, на наше приложение, дальше на фронт-контроллер фреймворка Jersey, который отвечает у нас за REST. И дальше мне нужно сейчас указать путь к конкретному классу-обработчику. Сейчас у меня пока только один класс-обработчик, вот, конвертер. Поэтому мне нужно указать и его в том числе. Так как это метод get, так как это у нас отправляется запрос методом get, то запрос придет сюда, вот, найдет наш обработчик, найдет первый попавшийся метод get и, в общем, возьмет и придет к нему на обработку. Хочу обратить внимание, ребята, если у вас несколько методов get, то, если у вас несколько методов get в вашем классе REST, тогда нужно будет указывать путь к конкретному методу. Как это делается, я покажу дальше. Точно так же вы можете создать еще один класс, например, какой-нибудь, не знаю, example. То есть, если у вас, например, два класса, два класса для REST API, то вы просто указываете другой паз. То есть, смотрите, если вы здесь написали конвертер, то после REST API он придет на этот класс, на конвертер. Если вы здесь напишите, например, example, то он придет на другой класс, который вы указали. То есть, это все рулится вот так, как путями. Это как двери, вот номер двери и типа той. Ну, здесь у нас имя двери. Хорошо, если сейчас все будет хорошо, если я все правильно сбил, делаю, правильно все написал, а сейчас я нажму Enter и у нас не будет никакой ошибки. Вот, отлично, никакой ошибки нет. Это означает, что? Значит, что запрос пришел куда нужно, попал на обработчик, на который нужно, и обработчик вернул ответ. Ну, так как я ничего здесь не писала, никакого сообщения, никакого текста, никакого месседжа, я просто написала статус 200, окей. Давайте сейчас посмотрим, что нам вернул наш обработчик. Вот, смотрите, метод get. Он пошел по такому-то URL, пришел, 200, окей. Вот, давайте я сейчас, например, покажу второй. Смотрите, у меня есть еще один класс, но в нем нет никакого обработчика, который бы отвечал, что все хорошо. Но класс сам есть. И он мне отвечает 404 not found. То есть, как бы, дойти он дошел, но он не нашел никого, кто бы его обработал, этот метод, этот запрос. И вот вернул мне 404, что вроде что-то нашел, но а что, непонятно. Давайте сейчас я сделаю ошибку какую-нибудь, ну, не ошибку. Вот, то же самое. Он не может найти обработчика для себя. Вот, а если обработчик есть, конвертер, вот смотрите, статус 200. Вот, я здесь вернула response, все хорошо, статус 200, build, окей. Замечательно. Теперь, предположим, у нас два метода. Public. Евро теперь, это доллар, да? Ну, то же самое мне нужно здесь. Вот теперь вопрос, куда он придет, этот метод у нас? Запрос. Куда придет? Если вот у меня есть два одинаковых, казалось бы, метода, которые отвечают на один и тот же метод HTTP, которые все то же самое возвращают, и вот даже у них одинаковые ответы. Давайте сейчас проверим, куда он вернется. Мне нужно для этого сначала перебилдить проект. Так, мне надоело, я сейчас настрою свой томкет, чтобы он сам не билдил его. Мне нужно добавить вот здесь к линии. screen package, это достаточно. И теперь надо его подвинуть вверх. Вот так пускай он делает, окей. То есть, я в следующий раз, когда я запущу томкет, он мне сам его должен, по идее, запустить screen package и задеплоить. Вот, пошел выполняться, да, clean package. Пошел деплоить. Очень удобно, очень удобно. И логи все видно. Вообще класс, мне очень нравится. Так, все, передеплоил. Поехали. Вот, конвертер. То есть, тот же самый у меня URL. Что он мне сейчас вернет? Ой, обалдеть, обалдеть, обалдеть. Сколько сразу ошибок. Я не буду сейчас вчитываться, но, насколько я поняла, смотрите, вот, сервит init for сервит jersey web application. То есть, запрос пришел на вот этот сервит контейнер. А сервит чем занимается? Он определяет тип запроса и ищет подходящий обработчик. То есть, тип запроса он определил, в класс привел. А так как два обработчика одинаковых, он растерялся. Вместо того, чтобы самостоятельно выбирать, на какой обработчик отправить запрос, он, в общем, не стал этого делать, а просто выкинул exception. Поэтому так делать не надо. Что же теперь делать? Как же быть? Как же нам разделить на разные методы наш запрос? Это делается следующим образом. Просто указывается путь к конкретному методу. Это у нас доллар ту евро, а мы напишем DTE. Доллар ту евро. А это у нас будет евро ту доллар. Следующий. Итак, pass. Это D. Вот. И давайте сейчас опять его перебилдим за деплоем, посмотрим. Дальше, да? Конвертер. По-прежнему. Ну, нет, уже что-то все хорошо. Ну, по крайней мере, хоть ошибку не выкидывает. Ну, 405, да, все еще ошибка. А теперь напишем DTE. Опа, все хорошо. То есть, он пришел вот сюда. Сейчас я запущу свой TuneCat в режиме дебага и покажу вам, как выглядит запрос. Сейчас она опять пилдит. Все, запустил. Все хорошо. Я сюда же вернусь. Вот, смотрите. Я прошла по URL-у конвертер DTE. И вот у меня дебаг остановился вот здесь. На... в методе доллар ту евро. Отпускаю. И давайте теперь... ETD. Опа! Пришел в нужный по вот этому пути. То есть, вот так это и делается. Хорошо, давайте отпустим. В следующей части видео я расскажу, как работать с параметрами. Как... Как записывать JSON в ответ. И потом еще дальше расскажу про тесты. Отпускаю в свой Dodge. Πав câmeramemбейте. Выдвигаться inside. Когда мы просекся. Немного счастья. Тема на 6 Кон trulyет. Продолжение следует...